Друзья, всем привет, с вами Яков. Вот наконец-таки появилась хоть какая-то информация по поводу предстоящего сезона и патча. Итак, тестовый сервер, где будет тестироваться патч 2.7.5 и следующий 28 сезон, запускается 31 января. Теперь давайте разбираться дальше, что будет в новом сезоне. Итак, он по идее будет называться Обряды Санктуария. И вкратце, что касается данного сезона, то это первый сезон, где будет вводиться какой-то новый элемент контента. И это спустя-то 11 лет. Итак, когда мы будем блуждать по Санктуарию, безусловно, все это будет проходить в режиме приключений вне порталов, мы будем находить алтари. И когда мы будем подходить к такому алтарю, активируя его, мы увидим перед собой 26 печатей, а также 3 легендарных зелья. Что же касается каждой печати, то она дарует свой уникальный бонус. Или же уменьшает урон от снарядов, или же увеличивает урон как против обычных противников, так и против элитных противников. Увеличивает шанс уклонения, снижает урон от элитных противников, ну и так далее. Бонусов здесь очень много, и мы о них с вами еще позже подробно поговорим. Что же касается зелий, то они позволяют нам актерировать тоже дополнительные бонусы. То есть, к примеру, когда мы выбиваем наше зелье здоровья, мы можем уменьшать время восстановления навыков, или же противники в радиусе 25 метров от нас будут под нам наносить меньше урона. Теперь пару слов, как мы будем разблокировать эти печати. Когда мы будем бегать по санктуарию, убивать противников, мы будем получать материалы, которые будут нам переходить в соответствующее меню. И вот эти вот ресурсы мы будем жертвовать, чтобы получить силу печати, ну или же зелья. И вот когда мы будем открывать все новые и новые печати, или все новые и новые зелья, безусловно, ресурсов будет требоваться все больше и больше. Что касается стоимости открытия этих печатей, то пока тут я толком понять нифига не могу. Когда уже будет открываться ПТР-тесты, я думаю, я там более подробно этот момент изучу, потому что здесь ничего не понятно. Но по итогу, когда мы разблокируем все печати, а также все зелья, мы получим вот такой вот легендарный обвес. Так называемые крылья ужаса. Да, это по сути эффект костяных рогов Дьявла. Так как в игре появляется новый контент, то в добыче нового ресурса нам будет помогать как Куб Канай, так и Кузнец. То есть у Куба Канай появляется дополнительный рецепт, который будет помогать нам добывать новые ресурсы. Как в этом деле нам будет помогать и Кузнец. То есть когда мы будем разбирать предметы, в частности первозданные, мы тоже будем получать новый ресурс. В итоге подытожить, что касается данного контента. Когда мы будем собирать новый-новый ресурс, с помощью этого ресурса разблокировать печати, а также зелья, мы будем усиливать наши персонажи. Или же урон, или же защиту. И каждые новые-новые печати, повторяем мы о них, поговорим чуть позже подробно, после старта ПТР. Буду давать нам разнотипные бонусы. Согласитесь, очень-очень классная тематика. Вот такое надо было вводить в Диабл 3 постоянно. Но лучше поздно, чем никогда, и несмотря на то, что до выхода Диабл 4 осталось чуть ли не полгода. Далее, что касается корректировок. У монаха будут корректироваться пару умений, что активных, что одно пассивные. И все эти корректировки связаны с генераторными навыками. То есть, как мы видим, изменяется работа трех генераторов, а также одной пассивки. И безусловно, все на увеличение урона. Далее корректируются сетовые предметы. Первый сет это у Варвара 90 неистовых. И здесь мы будем увеличивать урон от третьего бонуса в два раза. Следующий у нас идет Охотник на Демонов. И у него меняется сет Месть Наталии. Первый меняется, это бонус за два предмета. То есть, теперь удар по врагу будет взрывать ловушку с шипами. Если она будет находиться на панели наших скиллов. Бонус за четыре предмета следующий. То есть, теперь, когда мы будем устанавливать ловушки с шипами, мы будем получать меньше урона на 60%. Ну и продолжительность этого бонуса будет равна количеству установленных ловушек. Ну а также будет меняться бонус за шесть предметов. То есть, теперь эти шипастые ловушки будут наносить на 10 тысяч больше урона. Ну а каждый последующий взрыв в цепной реакции будет наносить на 10% больше урона, чем предыдущий взрыв. То есть, как видите, здесь у нас полностью меняется механика работы сета. Наконец-таки, мы теперь поиграем с помощью ловушек. Следующий сет, который корректируется у Охотника на Демонов, это Сучниц Порока. В данной ситуации урона сета поднимается, ну во сколько? По-моему, в 5 раз. Следующие корректировки касаются сетов Монаха. Первый сет это Одеяние Тысячи Бурь и корректируется бонус за 4 тельмета. И теперь наш мощный рывок будет расходовать не 75 единиц духа, а 25. То есть, нам теперь будет проще восстанавливать дух, когда мы будем играть генераторными билдами. Также корректируется сет Эталон Справедливости. И урон у этого сета будет подниматься на 20 тысяч процентов с 15 тысяч. Так что вертолетные билды снова будут в моде. Далее корректируется сет у Некроманта. Это костюм Пылающего Карнавала. То есть, урон теперь повышается с 6 тысяч до 9 тысяч. А также Симулякры теперь будут получать этот бонус втройне на увеличение урона от Костяного Копья. Согласитесь, тоже неплохой буст Некромантов. И у последней корректировки, что касается сетов, относятся к Волшебнику. И здесь корректируется сет Тифона. То есть, теперь наши гидры будут наносить в 2 раза больше урона. Повышается урон с 2000 до 4000. Но это, дорогие друзья, все, что касается корректировок абсолютно всех сетов. А также абсолютно новой тематики предстоящего 28 сезона. Ну а в следующем ролике я вам уже расскажу о корректировках легендарных приметов. Чтобы это видео не затягивать. Но пока вы перевариваете всю эту информацию, я приступаю к записи следующего видео. Но пока, что вы думаете обо всем, пишите в комментариях под видео. Самое главное, что вы думаете о тематике. Потому что, как по мне, она действительно годная. Теперь хоть становится небесполезным сам полноценный режим приключений. То есть, вне порталов. Мы действительно будем бегать, охотиться за ресурсами для разблокировки все новых и новых печатей. Чтобы потом, благодаря этим печатям, стать сильнее. А значит, мы будем закрывать порталы все выше, выше и выше. Как по мне, круто. Но ваши мысли оставляйте в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Ну и желаю удачи в сезонном походе.